Нас сегодня после такой реформы истиции, вообще, вот представь себе, что мы через год стали членами Евросоюза, да? Вот вступили через год, не в 2030-м. Знаешь, почему нас туда не возьмут, не в 2030-м, не в 2030-м? Потому что, вот представь себе, через год стали, и, например, есть талантливый Рислава Платон. Пока есть талантливый Рислава Платон, и неважно, он живет в Лондоне, в Уругвайе, в США или на Марсе, поверь мне, для Славы Платон будет всего, я думаю, 3-4 дня работы, чтобы решением Вулканерского суда арестовать акции РБАС. Ты понимаешь, что будет? Есть другой специалист, Илон Михайлович Шуах, который, поверь мне, сидя в Москве, замутит две схемы, что Европарламент узнает, что их здание уже 5 лет заложено, и они за это исправно платят проценты. И выяснится, что, да, или как минимум своему участию. То есть, какая Европа, ребята, о чем мы говорим? Потому что сегодня европейцы могут закрыть на какие-то технические несоответствия, скажем так, да? Но касаемо реформ юстиции и то, как обвалился этот приветик... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова